По игре поле посмотрели, да, тяжелое, мы даже, честно скажу, да, неровное, мы не тренировались, мы тренировались на запасном, я сразу хочу это отметить. Молодцы ребята, приспособились, да, тяжелая игра, соперник хороший, я считаю, что у нас по итогам всей игры было больше голевых моментов, но, к сожалению, нервизовали. В наши ворота, ну, вообще, где-то подходы были, я думаю, не вспомнить там, чтобы вручал, как говорится, защиту сыграл хорошо. Ну, конечно, не устраивает, что не можем победить, какой уже матч, но то, что сражались и создаем хорошо, играем, но, кстати, страдает реализация, исключает, к сожалению. А что там с Давыдов Боди? Ну, говорят, колено у него болит, там доктор мне сказал, в принципе, был в заявке, если бы даже не появилось, хотя бы в заявке. Ну, в заявке. Вопрос еще такой, Вадим Ярославович, уже опять у нас началось безголевое, но вы не можем никак все забить, с чем это связано? С мастерством я так думаю, хотя моменты создаем, работаем на тренировках, есть, может быть, какой-то элемент психологии. Вы поверьте, ребята хотят забить, но, кажется, они не специально там в вратаря бьют или мимо ворота. Есть такие. Других футболистов нет, я бы взял там, ну, вы смотрели, может, вчера я смотрел, Барселону с Валенсией. Один-два, ну, они забивают, но в упор, в упор же не забивают, это психология, видите, у Барселоны тоже есть. Я надеюсь, в ближайшее время кто-то попадет под горячую рубку, ну, и, в принципе, разродимся, можно так сказать, верится, и забьем. Вопрос еще такой, можно? Вот, но есть, с школы, с ближайшего резерва есть какие-то игроки, которые, возможно, в будущем будут составлять основу команды? Нет, школы есть, мы смотрим, но пока резервы нет для первой лиги. Это так, пока нет. Ну, посмотрите, молодежную команду, там, они играли товарищескую игру, я смотрел, первый тайм вчера, был мой, да, 0-2, да, мы отдали еще и тех игроков, которые с нами тренируются, Ионин, там, Аюкин и Родионов, ну, к сожалению, там, даже на фоне Торстана, они, к сожалению, не выделялись. Ну, и надо работать, я думаю, появится, у нас школа была, и есть и будет хороший, посмотрите, я думаю, сколько там фотографий висят, пример лиги, то те же играет и Козлов, ну, к сожалению, Трама, и Игнатьев, да, сейчас в Локомотиве и так далее, да. Надеемся, будет работать, но надо целенаправленно, я, меня никто не спрашивал, чтобы целенаправленно готовить, чтобы была вершина команды КамАЗ всегда, как было раньше. Ну, и не буду объяснять историю, вы сами знаете, да, что у нас пока, что не под одним крылом это все, надеюсь, будет под одним, чтобы была команда основная, потом еще, как говорится, молодежка, школа под одним крылом, когда и будет результат. А так, разделили, команда отдельно финансируется, школа отдельно, и непонятно, кому, для кого готовят, одни готовят, не знаю, куда-то на сторону, а не для КамАЗа. Как-то Академия Рубина, по-моему, забирает игроков. Ну, надеюсь, Рубин-то это, в принципе, татария, тут основное надо, чтобы ребята стремились в основную нашу команду, а если дорастут до Рубина, мы только будем, как говорится, рады или команды какой-то премьер-лиги. Вот ситуация. Еще последний вопрос можно? Сезон как бы идет завершением, не очень удачный. Какие-то наработки на следующий сезон у вас имеются? Честно говоря, сезон, вы правы, неудачный, но в честь и хвала, еще раз говорю, похвалю всех наших футболистов, что они бьются за имя клуба и за свое имя, что, ну, как говорится, не прохлаждаются на поле. По наработкам сразу сказал, у нас были беседы с руководством, все зависит от финансирования. Я вам честно говорю, когда я говорил, нет бюджета, там, твердил вам первую часть чемпионата, да, кто-то, может, не понял, не понял или так. Если нет бюджета определенного, мы не можем взять и так далее футболистов и поставить себе задачи. Если сейчас поставить задачи, выходить, то нужен, соответственно, бюджет, и будем, как говорится, приглашать или оставлять эти. Если не скажут, молодежь будет играть, ну, молодежь будет играть. Я тут, как говорится, вот весь смысл. Пока не ясно, да? Пока не ясно. Это не у меня надо спрашивать, спросите его руководителей, может, они больше знают, чем я. Я по спортивной части любой вопросам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!